МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня вы узнаете, чей Крым, когда в ваших домах отключат горячую воду и каким образом учителя будут зарабатывать 250 тысяч рублей. В эфире обзор прессы. Мы начинаем. 18 марта Чувашия вместе со всей страной отметила два года с момента воссоединения Крыма с Россией. Митинг, посвященный этому событию, прошел на Красной площади в Чебоксарах. Как передает газета про город, этот праздник для нашей республики не чужой. Только по официальным данным в Крыму живут более 2,5 тысяч уроженцев Чувашия. Журналисты отмечают, со сцены в Чебоксарах было хорошо видно. Среди пришедших на митинг молодые люди и пенсионеры, мужчины и женщины, представители различных политических партий и общественных организаций. И все говорили об одном и том же. Крым и Севастополь наконец-то вернулись в родную семью. Издание вспоминает, что связывает современную Чувашию и Крым. И приводит цитату главы города Чебоксары, секретаря городского отделения партии «Единая Россия» Леонида Черкесова. Главный урок, который мы вынесли из крымских событий – «Когда мы едины, мы непобедимы». Единство наций, культур, традиций – самое ценное достояние нашей страны. Сплотившись, мы сумеем преодолеть все трудности и выйти из любых испытаний с высоко поднятой головой. За неделю республика приняла сразу два крупных межрегиональных форума. О шестом культурном форуме по вопросу государственной поддержки национальных меньшинств рассказывает газета «Грани». В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция. Ее участники из Коми, Мариэл, Татарстана, Пермского края и Чувашия обменялись опытом по сохранению и развитию этнокультурного многообразия. «Наше истинное достояние – культурное многообразие, трудолюбивые, мудрые люди, впитавшие ценности и традиции представителей 128 национальностей и 8 этнических групп, проживающих в республике», – отметил в своем выступлении глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Не случайно приоритетом нашей государственной политики являются инвестиции в людей, создание благоприятной среды для самореализации личности». Российская газета сообщает, на три дня столица Чувашии стала главной деловой площадкой для обсуждения федерального проекта «Живые уроки». О том, что чебоксары должны занять достойное место в списке туристических маршрутов, говорят давно. В городе решили, что пора переходить от слов к делу. Ключевая идея – создать единый стандарт туристических маршрутов, которые будут включены в школьную программу. Чувашия – один из трех регионов, наряду со Свердловской областью и Хакасией, где впервые стали предлагать «Живые уроки». Музей истории трактора, музей национальной вышивки, этнодеревня и парк деревянных скульптур под открытым небом – это только часть объектов, которые в рамках «Живых уроков» школьники со всей страны могут посмотреть в Чувашии. Подробности в российской газете. Туристическую тему продолжает газета «Таван Йен» и рассказывает о том, что в Чебоксарском районе в прямом смысле слова можно прикоснуться к истории конца XIX века. В деревне Шоркино сохранились уникальные ветряные мельницы, которые могут быть интересны не только жителям республики, но и многочисленным туристам. Сейчас умы местной администрации заняты вопросом сохранения уникальных объектов, которые тем не менее доступны для широкой публики. Чувашские учителя будут получать премии за подготовку победителей и призеров Олимпиад. Указ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Как отмечает газета «Советская Чувашия», таким образом в республике решили простимулировать педагогов, готовых дополнительно заниматься с детьми и целенаправленно готовить их к соревнованиям. Размер поощрения более чем внушительный. 250 тысяч рублей получат наставники победителей и 150 тысяч рублей – учителя, подготовившие призеров Олимпиад. Чем ближе весна, тем ближе и период массового отключения горячей воды. Народную примету фиксирует газета «Чебоксарские новости» и публикует график ремонта котельных в Чебоксарах. Например, у меня дома горячей воды не будет с 8 по 18 июня. Когда режим холодного душа наступит в ваших ванных комнатах, можете узнать в свежем выпуске газеты «Чебоксарские новости». Газета «Республика» сообщает о продолжении социального проекта «Мне нужна мама». Как рассказала нашей программе главный редактор издания Лидия Михайлова, в феврале в газете была предоставлена информация о 37 воспитанниках детских домов, домов ребенка и школ-интернатов. Из них 25 детей обрели семью. Учитывая хорошие результаты, проект решили продолжить. Подробности в свежем выпуске газеты «Республика». Международный союз биатлонистов признал воспитанницу Чувашской школы биатлона Татьяну Акимову лучшим новичком сезона. Газета «Московский комсомолец» уточняет, 25-летняя биатлонистка дебютировала в составе основной женской сборной России в нынешнем сезоне. Татьяна провела 12 личных гонок на Кубке мира и 3 на Чемпионате мира 2016 года. Свой лучший результат спортсменка показала на домашнем этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске, где заняла в спринте 12 место. Кроме того, в этом сезоне наша землячка победила в спринте на австрийском этапе Кубка Международного союза биатлонистов. Кроме этого, МК запускает хэштег «Вместе со сборной» и начинает серию репортажей о подготовке сборных к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Первый материал – тренировка мужской сборной России по спортивной гимнастике. Не пропустите! Это был обзор самых заметных публикаций за неделю. Увидимся! КОНЕЦ КОНЕЦ